как правильно быть голову всем привет вы на канале бородач и с вами георгий альфредович и сегодня мы поговорим о том как правильно и чем мыть голову прямо сейчас поставьте лайк этому видео нажмите колокольчик чтобы быть всегда в курсе новых видео которые мы регулярно выпускаем и подпишитесь на наш канал ваша активность вообще-то круто мотивирует меня и вообще всю нашу команду и так голову тоже нужно уметь мыть когда об этом рассказываю клиентам нашего брабешопа часто слышу возражения примерно в таком ключе но вот дожил до 35 лет не облысел значит что правильно делаю все волосы на гол целый значит я все делаю правильно или например не мог же я до 40 лет неправильно мыть голову так вот ребята отвечают правильное мытье головы не влияет на интенсивность роста волос и облысения правильное мытье головы влияет на здоровье кожи головы и как следствие на здоровый волос внешний вид и конечно же на появление перхоти качестве эксперимента поставьте видео на паузу и напишите как и чем вы моете голову и как часто это делаете поделитесь своим опытом лично мне будет очень интересно я всем вам отвечу и так я начну объяснение как говорится от печки то есть самого начала чтобы досмотрев это видео вам стало все понятно и прозрачно почему пачкаются волосы на коже головы есть сальные железы они выделяют пот и кожное сало именно эти компоненты застревая в волосах делают их грязными в основном степень загрязнения волос зависит от генетики но на состояние волос влияет и конечно же внешний фактор например стрессы они могут повлиять на работу сальных желез волосы могут стать сухими или жирными также имеет значение место проживания у жителей мегаполисов волосы пачкаться быстрее чем у тех кто живет деревне важен образ жизни активным людям которые регулярно заниматься спортом или физической работой следует мыть голову чаще само собой надо учитывать также время года зимой ношение головных уборов препятствует дыханию кожи головы приводит потливости и повышенному выделению кожного сала ну и конечно же скорость загрязнения волос зависит от питания употребление в пищу большого количества жирных блюд углеводов соленой пищи острые заставляет сами железы работать в более интенсивном режиме если неправильно мыть голову не соблюдать гигиену то может развиться сиборея это дисфункция сальных желез который приводит к перхоти а кстати у нас на канале есть отдельное видео в котором я рассказываю как именно бороться с перхоть это всем обязательно к просмотру теперь обсудим как часто нужно мыть голову ну и тут ответ очень простой голову надо мыть по мере загрязнения а чистоту мытья головы следует подбирать индивидуально учитывать тип волос и конечно же качество воды зимой естественно приходится мыть голову чаще из-за того что мы носим шапку под который постоянно потеет голова летом мыть голову можно реже вот сухие волосы можно быть реже один-два раза в неделю они не так склонны к жирному блеску так как вообще по своей природе слегка ослаблены жирные волосы стоит мыть чаще поскольку кожа головы выделяет кожное сало очень обильно такие волосы можно мыть ежедневно вот обладателем нормального типа кожи волос достаточно будет мыть голову один раз в три дня возможно это и звучит сложно но я еще раз повторю голову нужно мыть по мере загрязнения тут нет единого рецепта мытье волос еще в принципе никогда не приносило вреда не приводило к их выпадению а вот кожный жир и грязь это как раз благоприятная среда для развития бактерий но помните частое применение шампуня приучает волосы к избыточной секреции то есть выделению кожного сала так она постоянно смывается особенно этим грешат формулы содержащие сульфаты обычно сульфаты используются в дешевых шампунях из масс-маркет сульфаты это очень дешевое средство которое великолепно пенится и очень хорошо удаляет жир и грязь я бы сказал беспощадно удаляю все на своем пути в этом его единственный недостаток однако не бойтесь мыть голову каждый день если вам это действительно необходимо просто мой вам совет выбирайте бессульфатный шампунь созданный опять же специально для мужчин если вы никогда не пользовались специализированными шампунями не знаете как выбрать просто ребята зайдите в наш магазин мужской косметики бородача точка про и выбирайте на свой вкус и цвет как говорится мы работаем только с проверенными производителями мужской косметики и так переходим к центральной теме видео как же правильно мыть голову ну а тут все просто но пару советов я вам все же дам и так хорошенечко намочите волосы так как без этого не получится большого количества пены а именно пена очищает кожу головы и волосы если пены недостаточно скорее всего дело не в количестве шампуня а в недостатке воды поэтому не спешите добавлять шампунь просто смочите еще немного волосы и вспейте шампунь который у вас уже на голове если это сульфатный шампунь то он пенится намного меньше обычного что является нормальным просто наберите вот небольшое количество шампуня в ладони разотрите промойте волосы применяйте правило меньше шампуня больше воды шампунь или любое другое средство сначала лучше вспенить мокрыми руками растереть в ладонях а уже затем наносить на мокрые волосы не стоит лить шампунь из бутылки на голову как будет сложно контролировать количество сложнее вспенивать и сложнее равномерно распределять по всей голове и так вы вспенили шампунь в руках хорошо его растерли наносить на голову стоит начинать с макушки при этом тщательно массируя кожу головы пальцами движения руками должны быть круговыми не торопливо не аккуратно она напоминающими знаете такой легкий массаж нужно аккуратно намыливать кожу головы и волосы по всей длине помните что массировать кожу головы надо подушечками пальцев ни в коем случае не трите голову ногтями так вы просто расцарапайте кожу получите микроранки болячки а если не заметьте эти то и может даже нарыв получиться думаю это вам не нужно и так волосы следует мыть точнее массировать голову с нанесенным шампунем течение двух-трех минут так вы промойте хорошо кожу и волосы еще сделать себе первоклассный массаж головы сделать это небольшим ритуалом для себя дорогие мужчины дома две минуты массажа головы дадут вам только приятные ощущения на целый день особое внимание уделите височной и лобной области так как именно здесь зона наибольшего загрязнения еще одно очень важное замечание голову надо мыть теплой водой ни в коем случае не горячей воздействие слишком высокой температуры будет стимулировать избыточную работу сальных желез кожи головы и ваши свежевымытые волосы будут очень быстро становиться опять жирным оптимальная температура воды ну примерно 35 40 градусов именно такой температурный режим способствует хорошему растворению кожного сала и легкому удалению грязи а также улучшает кровообращение температуру можно измерить градусником для воды который предназначен специально для ванн у тех из вас у кого есть дети точно знать что это такое продается в любой аптеке и детском магазине стоит копейки только не пробуйте мерить температуру воды ртутным градусником сразу предупреждаю ничем хорошим это не закончится и так возвращаемся к мытью головы тщательно смойте шампунь и в завершении первого этапа мытья ополосните волосы прохладной водой это обеспечит дополнительный блеск за счет склеивания кутикулы понимаете когда вы моете волосы теплой водой и шампунем волосиные кутикулы раскрываются не из них не закрыть то волосы будут быстрее пачкаться просто потому что их структура будет очень пористая а когда вы финале ополаскиваете волосы прохладной водой вы закрываете чешуйки волос иногда процедуру мытья волос необходимо повторить если волосы очень густые или слишком жирно или если вы моете голову очередь конечно во второй раз количество шампуна должно быть хотя бы в два раза меньше но обычно достаточно одного раза чтобы волосы хорошо промылись если вы сделаете так как я сказал и так после того как вы помыли голову шампунем я рекомендую использовать бальзам ополаскиватель бальзам не только стабилизирует уровень ph волос но и придает им легкий блеск делать более шелковистым а за счет того что он сглаживает внешний слой тут все понятно шампунем мы открыли кутикулы очистили от грязи а бальзамом напитали волос запечатали кутикул все просто бальзам можно наносить по всей длине волос включая корни но не втирать в кожу головы оставьте бальзам на 35 минут но затем тщательно смойте заодно можно почистить зубы пока ждете потом хорошенечко промойте волосы готова у нас первоклассно помытые ухоженные волосы и вот тут личная рекомендация от меня я не рекомендую использовать средства шампунь плюс кондиционер два в одном это маркетинговый ход это для ленивых шампунь и кондиционер априори имеет разный уровень паш поэтому невозможно смешать эти средства в одном флаконе и при этом сохранить их функции в полном объеме в результате будет или неполноценное очищение или некачественное кондиционер либо то и другое так вот если вы все сделали правильно а то у меня еще пару рекомендаций для самых стойких никогда не трите сильно волосы полотенцем как это может привести только к усилению их ломкости необходимо просто легко промокнуть волосы махровым полотенцем и дать им высохнуть самим но если вы очень спешите то подсушите фен кстати о фене горячий воздух выпаривает влагу из волос делая сухими и ломки если ваши волосы и так не могут похвастаться густотой объема то высокие температуры будут для них губительны приобретите фен с возможностью выбора низкого температурного режима начните сушку с низких температур затем повысьте в конце снова обработайте волосы холодным воздухом лучше использовать шампунь кондиционер и скраб одной линейки космические вот например у компании rusell есть отличная линейка шампунь бальзам ополаскиватель и скраб для волос или например линеечка american crew в ней также и шампунь для волос и кондиционер тоже великолепный представитель мужской уходовой косметики еще один прекрасный кандидат это bad head от компании tigi шампунь и кондиционер в общем выбрать можно многое ребята расчесывать волосы нужно когда они уже подсохли в мокром состоянии они наиболее уязвимы и подвержены ломкости используйте любые расчески деревянные костяные пластиковые какие угодно главное избегайте железных расчесок они очень сильно травмируют и ломают волосы это стоит запомнить если вам показались полезными мои советы пожалуйста ставьте лайк этому видео нажимайте колокольчик чтобы быть всегда в курсе новых видео которые мы регулярно выпускаем подпишитесь на наш канал твой лак и подписка приятные мелочи огромная мотивация для всего нашего коллектива чтобы делать полезные классные видео для вас всех ну что ж тут можно и завершить наш подробный гайд о том как правильно помыть голову помните дорогие мужчины здоровье и сила ваших волос зависит напрямую от вас самих насколько вы любите себя и свой организм а настолько крепче будут ваши волосы постарайтесь создать условия которые будут оказывать комфортно и благоприятное влияние на ваш волос и тогда результат не заставить себя долго ждать а мытье волос принесет только лишь пользу обязательно напишите друзья в комментариях как вы моете голову поделитесь со мной со всем нашим комьюнити опытом вокруг нашего канала собирается вовлеченная и очень живая аудитория которая в общем то который не все равно поверьте ну а на этом все вы были на канале я бородач всем пока ждем вас я беда барабара батя упирая еще пора дач results